Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Аверьянов Игорь Михайлович, я врач-татуропат, йога-терапевт, основатель методики остеобаланса. И сегодня мы с моим помощником Дмитрием покажем вам самое главное упражнение, которое сберегует здоровье вашей спины, сделает вас сильными и добавит вам в жизни много радости и счастья. Бытует мнение, что для того, чтобы укрепить наше тело, необходимо многочасовые занятия. На самом деле и так, достаточно 5-10 минут в день, чтобы тело ваше было здоровым и сильным. И сегодня мы покажем вам несколько упражнений, которые не только сделают вашу спину сильной и крепкой, но и принесут в вашу жизнь ощущение бодрости и свежести. Меня зовут Аверьянов Игорь Михайлович, мой помощник Дмитрий, он специалист в остеобаланса, преподаватель корректной йоги. Итак, сейчас мы представим вам одно из самых важных упражнений для здоровья нашей спины. Проблема нашего позвоночника стоит в том, что мы, как вертикально ходящие существа, носят на себе силу всей атмосферы, силу гравитации. Из-за этого наш позвоночник накапливает напряжение, так называемую компрессию, которые впоследствии проявляются в форме остеохондроза, протрузии, грыж и так далее. И общей боли позвоночника. Но, мало кто знает, что для того, чтобы полностью устранить эту компрессию, необходимо сделать обратное положение позвоночника. То есть просто перевернуть спину вниз. И это упражнение делают во многих видах фитнеса, йоги, но в этом упражнении есть очень маленький нюанс. Это упражнение необходимо делать, удерживая легкий угол в коленных суставах. Потому что если делать это на прямых ногах, как обычно требуют на занятиях, в этом случае мы натягиваем заднюю поверхность ног, то есть у нас натяжение двуглавой мышцы, ягодичной мышцы и поясничной. И в этом случае мы получаем обратный эффект. Мы не растягиваем спину, а наоборот ее сжимаем. Я покажу сейчас очень простой пример. То есть я наклонился вперед на прямых ногах, при остромой, опустил ладошки на пол, теперь я чуть-чуть гибаю ноги в коленях, и увидите, как спина начинает медленно вытягиваться. То есть вот этот момент, легкий угол в коленях является ключевым моментом этой практики. И сейчас Дмитрий, инструктор корректной йоги, покажет вам, как правильно выполнять это упражнение и как правильно из него выходить. Итак, наклон вперед. Утанасан. Стопы ставим на ширине таза. Стопы должны стоять параллельно по внутренним краям. Затем из этого положения мы слегка сгибаем ноги в коленях, ослабляем натяжение в задней поверхности ног. Затем переносим ладошки на таз. Расправляем плечики, делаем глубокий вдох и с выдоха наклоняем корпус вперед. Обратите внимание, наклон идет за счет таза, не за счет спины. То есть спина у нас сохраняет полностью ровную прямую линию. Из этой позиции мы переносим ладошки на бедра пальцами внутрь. На бедра пальцами внутрь. Обратите внимание, пальчики должны встать на бедра пальцами внутрь. Прогибаем спинку, приподнимаем подбородок. И в этой позиции мы мысленно делим тело на две части. Передняя часть тела, грудная клетка и задний таз. Выдохнули. И с отдохом мы сильно растягиваем свой позвоночник, удлиняясь. Вперед грудной клетки и назад таз. Растянули позвоночник. Сделаем еще раз глубокий вдох. И с выдоха начинаем медленно наконяться вниз. Сохраняем вытяжение спины. Опускаем ладошки на пол. Помещаем их под плечевые суставы. Под плечевые суставы. Ладошки вниз, на пол, под плечевые суставы. Шею полностью расслабили и голову бросили. Из этой позиции мы слегка подтягиваем копчик вверх, но при этом сохраняем легкий угол в колено суставов. То есть не должно ощущаться вытяжение на задней поверхности ног. Теперь из этой позиции мы обхватываем себя за локти. Вот таким образом. Мысленно подвешиваем себя копчиком к потолку, ощущая себя как будто бы в свободном висе. И концентрируемся на дыхании. В частности на выдохах. Потому что выдохи способствуют расслаблению тела. А в частности мышцами. Делаем вдох. И с выдохом последовательно расслабляем сначала нижнюю часть спины. Снова делаем вдох. Расслабляем среднюю часть спины и грудной отдел. Делаем вдох с выдохом, расслабляем шею. И так в этой позиции мы находимся еще 5-7 дыхательных циклов. С каждым выдохом стараясь расслабить спину все больше и больше и больше. Вы будете ощущать как спина ваша как будто растекается. И между позвонками вы будете чувствовать как увеличивается пространство расстояния. То есть вот эта компрессия, которую мы копили с вами в течение жизни, в этом упражнении будет постепенно уходить. И все напряжения, все межпозвонковые напряжения, такие как протрузии, грыжи, они будут постепенно растягиваться и уходить. Правильно выйти из этого упражнения необходимо. Для этого сгибаем ноги в коленях. Ладошки переносим на педры, пальцы внутрь. И обратите внимание, выходим из этой позиции не за счет спины, а за счет силы ног. Вдох, поднялись, выдох. Если при переходе из нижнего положения в верхнее вы чувствуете его окружение, потяните подбородок груди. Это, кстати, вы можете использовать в бытовых случаях. Если вы поднялись резко, у вас обужилась голова, просто потяните подбородок и ревно-блески. Поднимаем руки вверх. Потянули, сделали глубокий вдох и медленный выдох. Вот такое несложное упражнение поможет вам сохранить здоровье спины и снять напряжение в конце тяжелого трудового дня. Итак, дорогие друзья, следующее упражнение – упражнение «кошка». Это упражнение также выполняют часто на различных тренировках, но не все знают нюансы этого упражнения. Суть этого упражнения заключается в следующем. Хрящевая ткань нашего тела не имеет собственной системы питания. То есть она исключена из этой системы. И питается она исключительно за счет своего собственного движения. То есть, если сустав движется, хрящевая ткань получает питание. Если сустав не движется, хрящевая ткань – основа здоровья наших суставов – постепенно аттракируется и исчезает. И сустав становится больным. И не исключение составляют межпозвонковые диски, которые также являются хрящевой тканью. И чтобы хрящевая ткань межпозвонковых дисков была у нас здоровой, ей необходимо движение. А именно движение, которое будет заключаться по переменам – растяжение и сжатие. Растяжение и сжатие. И вот это упражнение «кошка» является способом питания межпозвонковых дисков, которые благодаря этому упражнению будут здоровыми. Как правильно выполняется упражнение? Многие делают упражнение неправильно. Делают просто выгиб и прогиб. Но здесь нужно сконцентрироваться на растяжении и сжатии позвоночника. На это нужно сделать обстановление акцент. Итак, Дмитрий, инструктор корректной йоги, сейчас продемонстрирует нам, как правильно выполняется упражнение «кошка». Мажори асана. Ладошки наши находятся на ширине плечевых суставов. Пальчики обращены вперед. Колени на ширине таза, пальцы сток подтянуты под себя. Мы упираемся руками в пол, слегка приподнимая брудную клетку выше плечевых суставов. Наш живот полностью расслаблен. Спина полностью расслаблена. И вес тела уравновешен между ладошками и коленями вполам. То есть мы находим положение баланса. И в этом положении мы чувствуем, как наша спина и живот полностью расслабились. Стали мягкими и позвоночник как будто бы чуть-чуть раздвинулся. Итак, первое, что мы делаем с вами, делаем растяжение. Сейчас мысленно представьте, что тело ваше поделено на две части. Передняя часть, грудная клетка, и задняя часть, таз. И в этом упражнении необходимо раздвигать наше тело так, чтобы грудная клетка двигалась вперед, а таз назад. И таким образом мы достигнем максимального растяжения позвоночника. Еще очень важный нюанс. Когда мы выполняем это упражнение, обычно ошибка заключается в том, что мы тянемся вперед подбородком. Ничего делать категорически нельзя. Потому что в этом случае мы получаем загиб шеи, что может привести к серьезным последствиям. Поэтому двигаться вперед здесь нужно не подбородком, а именно грудной клеткой, грудиной. Это косточка, которая находится у нас в середине между ребрами. Поэтому концентрация внимания у нас должна быть на грудине, которая движется вперед, и на таз, на тазу, которая движется назад. Растяжение делается у нас на вдохе, а сжатие на выдохе. Итак, внимание уходит у нас на грудину и на таз. Мы делаем глубокий вдох, тянемся вперед грудной клеткой, назад тазом. Хорошо растянули спинку. Вдох глубокий сделали. Выдох, поднимаем спинку вверх. Подбородок подтягиваем переные грызки. И стараемся максимально сжать позвоночник, как гармошку. Стянуть как гармошку. Снова делаем вдох. Тянемся вперед грудиной, назад тазом. Обратите внимание, не тянемся подбородком. Выдох. Собираем снова позвоночник, как гармошка, поднимаем вверх. Итак, продолжаем вдох. Растянулись хорошо, таз назад, грудь, вперед. Выдох. Поднялись спинку вверх и сжались. Еще раз вдох. Растянулись хорошо. Выдох вверх. Сжались. И еще раз вдох. Итак, выполняем упражнение 10 раз. Выдох. Хорошо. Вот таким образом выполняем это упражнение. Какие ошибки характерны в этом упражнении? Первое. Акцент идет не растяжение и сжатие, а на выгиб и прогиб. И второй момент, который является ошибочным. Мы тянемся вперед подбородком, а не грудью. В этом случае получая очень некорректное движение шеи, которое может привести к серьезным последствиям. Хорошо. Итак, дорогие друзья, следующее упражнение, которое продемонстрирует вам сейчас инструктор корректной йоги Дмитрий, называется планка. Для того, чтобы тело наше было здорово, нужно не столько растяжки, сколько силы, а именно корсетных мышц. И корсетные мышцы нашего тела укрепляются в статическом напряжении, так называемая изометрическая нагрузка. Когда есть статика и есть напряжение. Поэтому, чтобы укрепить, например, вертебральные мышцы спины, которые относятся к корсетным, необходима именно статическая нагрузка. Поэтому в йоге используется такая статическая нагрузка, которая помогает именно укрепить глубокие корсетные мышцы тела. И следующее упражнение является очень важным для поддержания здоровья корсетных мышц. Называется упражнение планка. И с позиции кошка мы переходим к положению упорного предплечья. Обратите внимание, в этом положении локтевые суставы должны быть точно подплечевыми. И еще обратите внимание, угол между предплечьями должен быть 45 градусов, не шире. Дальше. У нас затылок, шея и лопатка находятся в одной линии. Макушечка у нас направлена вперед. Из этой позиции мы отставляем для начала левую ногу, до конца двух пор, а затем правую. И важным ключевым моментом практики является так называемый поворот таза, которое иногда в фитнесе называется движение маленького железа. То есть мы в этой позиции должны подтянуть лобковую кость вперед, к животу, а ягодицами потянуться назад к пяткам. И при этом хорошо втянуть копчик в себя. Шея затылок лопатка у нас находится на одной линии. Таз работает в состоянии подворота. Бедра сильно напряжены и подтянуты вместе с коленами чаночками. Пяточки у нас оттянуты максимально назад, вытягиваем ноги за счет силы пяток. А бакушка тянется вперед. Тело принимает ровную позицию. И в этом положении мы делаем 10-15 активных дыхательных циклов к животному. Обращаю ваше внимание, что дыхание в силу их практики должно быть очень активное и должно идти именно от живота, а не от беды. Хорошо. Затем мы делаем вдох и с выдохом медленно опускаемся вниз. И принимаем позицию для отдыха, которая называется крокодил. Стопы у нас заворачиваются пальчиками внутрь. Пальчики внутрь. Предплечье кладется одно сверху на другое. И лоб на верхнее предплечье. И после кланки нужно 10-15 секунд отдыха. Хорошо. Дорогие друзья, следующее упражнение, которое является чуть ли не панацея, то есть у хандроза, называется упражнение кузнечика или шлабасна. И сейчас инструктор коллективной йоги Дмитрий вам продемонстрирует, как правильно выполнять это упражнение. Потому что делается это упражнение часто на всех занятиях в клубах йоги. Но мало кто знает, как правильно выполнить это упражнение. Надо помнить всегда, что основа правильного воздействия упражнения на наше тело является в первую очередь нюансом этого упражнения. Итак, как мы выполняем это упражнение? В этом положении мы, оттатываясь локтями пола, вытягиваемся вперед нижними ребрами. Вытягиваем нижние ребра из-под себя и с выдохом опускаемся на нижние ребра. На дожке отводим назад вдоль корпуса и упираемся пальчиками сильно в пол. Обратите внимание, пальцы локтями у нас смотрят назад и стопа на шее нет таза. Также обратите внимание на линию нашей головы, то есть опять затыла, шеи, лопатки должны быть всегда в одной плоскости. Это основа корректного подхода к работе с телом. Затем из этого положения мы подтягиваем бедра, колени, сильно напрягаем гоничные мышцы и как будто положили на таз бетонную плиту. И сделаем вдох и с выдохом сильно вдавляем таз в пол. Из-за чего вот этого движения таза в пол, наши ноги слегка приподнимаются на 3-5 сантиметров от пола. Не надо специально тянуть ноги вверх, достаточно просто вдавить таз в пол и ноги приподнимутся. Далее из этой позиции мы сильным движением оттягиваем пальцы ног назад, хорошо растягиваем подъемы стоп, сильно напрягаем бедра, тянемся вакушки вперед, и ладошки наши делают движение как будто выталкивают нас вперед. Это движение ладошек помогает правильно распределить напряжение по всей длине нашего позвоночника, а не сконцентрировать ее только на пояснице. То есть положение рук и работа рук дает нам возможность также напрячь верхнюю часть спины вместо грудного и шейного отдела. В этом положении мы делаем 5 сильных аппертиклов. Хорошо, делаем глубокий вдох и с выдохом расслабляемся. Принимаем позу как крокодила. И также 5-10 секунд отдыха.